С чего все началось. Нави приняли решение пойти на Рошана. Урона у них не то чтобы много на Рошана, то есть это просто такая авантюра. Ну, у них есть медалька, есть лилл шреддер, да. И вот как же удачный инвокер здесь оказался. Вот реально буквально один удар или один крит. Фантомки. И тут еще Леончик-Станчик дает после торнадо. Да, буквально, ну, секунда. Одна секунда. Фантомка убивает Рошана, забирает Аегис. И Драка совсем по-другому идет. Хотя, слушайте, она бы после Аегиса получила бы Тун, вероятно. Но здесь нет. Здесь пак бы ультанул и бабка бы ультанула. Реально, ну, одна секунда. Блин. Круто, круто. Именно так, вот в такие моменты, да. Да, пакчемпам вполне могут позволить выиграть игру. Так, в итоге поймали думом Пака. У Пака нет байбэка, хорошая, кстати, тема. Разор нажал одну ульту. Рошан появился. О, какой хороший мув от пакчемп. Они поймали Пака без байбэка. Потратив думку. Вот здесь, если бы был у Пака бай. Нави смогли бы навязать Драку. Хотя там все БКБшки живут. Слушайте, даже не знаю, может быть и не справились бы. Хотя, позиция-то удачная была бы для Нави. Они бы разбили этот вард и тут бы закидывала бабка говном. Понятное дело БКБшки. Но все равно против закидывания говном сложно. Жить. И вот что-то происходит. Чисто время потянуть. Вот у Лехи есть бай, он поэтому может умереть. Но влетает Витюн и вот непонятно, что сделал. Вообще непонятно, нахуй. Но это вот, вот, это ошибка грубая. У тебя умер человек, чтобы время потянуть, у него есть бай. У тебя рессается пак, куда ты прыгаешь. Опять поймали Пака без байбэка. С байбэком, ладно, с байбэком, с байбэком. Что, будет ли драка на Т2? Или отдаем Т2 и на Т2? Еще типует, смотрите, а? Дерзкий. Так, а как они поймали, минуточку? Вот, я хочу отмотать и посмотреть, как они его увидели и где. Но как будто бы боюсь пропустить чего-то. Вдруг сейчас внезапно бай от Пака и начнется драка за игру. Не, ладно, я потом посмотрю. Тут сейчас что-то будет. Что-то будет. Так, в итоге просто уходят. Так, а что? Что? Они поймали Фантомку. Каким образом? Вот это я точно должен видеть. Слушайте, я вижу череду ошибок. Которые к этому привели. При прочих равных, в большинстве случаев, так было... Так не должно было происходить. И красавцы по к чему, что воспользуюсь этой ситуацией. Так. Тут все не дают перемотать, потому что, видимо, на этом тут игра может закончиться. Хотя, нет, они убивают инвокера без бая. Ну, в смысле, без аегиса я имел в виду. С баем, естественно. Так. У тебя есть БКБ ТП, правильно? Но там же есть башики. Вот башик. И вот это называется загул. Но... А, так это загул? А знаете почему? Потому что, что? Где урон по зданию? Нет урон по зданию. Здание живое. Они вели 18 тысяч, у них была аегис. Что они сделали? Они побежали под фонтан, потому что стань бить впадлу такими героями. Убьют вышку и куда-то полетят потом. Сначала на ТПшке, а потом эти на ульте без па. В инвизии уже пришел. Оп! Ой, хорош! Так это вот инвокер затащил. И пизды раздал с МКБ. Ну... Инвокер хорош, но по факту это тоже ошибка фантомки. Ну типа, ты же можешь нажать блер и нажать ТП. И враг пока не найдет... Не зайдет в ренч 600, он тебя не увидит. Так, смотрим убийство Пака. Так, почему я... А, все. Где-то здесь он сейчас будет. Бегут Пакчемпы без смоков, без ничего. А, в смоке. Блин. А, что я не на ту кнопку нажал. А я жал тем пальцем, которым жму минус. Получался плюс. Вот. Так. В смоке Леон стоит. Так, я даже от лица Леона хочу посмотреть. Плеер-вью. Леон. Потому что у Пака... Увидел. А, так это задрот Малек. Потому что, ну... Вот я и думал, что типа Леону здесь нужно сбить ему линку, а потом еще выдать. А это Малек супербыстро. Ну-ка, смотрим от лица Малика тогда. И он прыгает сюда на Дума с Шивой. Типа, пан, убить Дума за ульт Братрума. Провалился план. Ну и здесь как бы Крылат выдал две ульты и начинает сжечь. Знаете, что на самом деле... Вот на самом деле, я ни слова не сказал. Ни слова не сказал. Про... Про Пангольера. Потому что его полезность в этой игре... Весьма спорная. Я про его айтем. Ну весьма она спорная. То есть он типа много крипов убил. Вроде сота хорошая. Но при этом... Как будто бы, ну... Типа дефолтный Пангольер. Тройка. Ютилити герой. Давайте в лайф посмотрим. Там наверняка уже что-то случилось. Не, кстати, ничего не случилось. Мы опять вовремя. Ща, сек. Пангольеры закончу. Что происходит? Так. Всосалась. Но он тоже высасывает. Так что это всоска на всоску. У Розора БКБ есть новая. Если что. Дум в снэпку. Кстати, не в Фантомку. Фантомка жива. Фантомка может его захуячить спокойно. И захуячить также еще остальных. Там умер генерал без байбека. Умер пак без байбека. Выронил гем. Так все здесь, походу. Умираю. О, бык. Бык убежал. Нормально. Или тычка летит и убьет его. Тычка не убила. Так. Ёлки-палки. Это, это, это на мувик. Это на мувик. Рапира у Фантомки. Последняя надежда. Ну, слушайте. Рапира на Фантомке это круто, знаете, когда? Когда у нее есть Аганим. Вот когда есть Аганим, и ты делаешь килл с крита. Там с ножика. Особенно, если ты еще двадцать пятый. Круто. Кидаешь ножики по кулдауну. У тебя постоянно откатывается блер. И ты постоянно жмешь блер. И постоянно в блере. И постоянно блинкаешься. Постоянно кидаешь ножики. И ты, короче, сумасшедший. Без Аганима. Это прям риск. Но это, это вынужденный риск. Ты, иначе такую игру уже, видимо, не перевернешь. Напал. Так, а что он? Он, он БКБ, что ли? Не нажал. Или его как-то застанело. Чем его застанело? Я потом пересмотрю. Я не понял. Чем ты его застанело в драке? До БКБ. Вроде красиво. Вот, вы видите, да? Типа пангольер. И я сталкивался сам очень много с такими ситуациями. Где ты на пангольере чувствуешь, что ты прям крутой. Но недостаточно. Ты крутой. Потому что у тебя не те айтемы. Ты не ютилити, герой. У тебя не ютилити айтемы. У тебя много шмоток. Так. Что с фантомкой произошло? Почему она в стане была? Что я застанело? Нажала блёр. Кинула нож. Блин, канулась. Получила стан. А, это от... А, что? Нет, я не понял. Я не понял. Как будто она кинула, типа, башер в... Ну, типа, башером застанело. И это её же тоже забашило, да? Её собственный башер забашил? Или как это понимать? А, тизер... Тизер шарф? Тизер шарф? Прыгнула... А, типа, она прыгает в модельку героя. И поэтому его тизер застанел, да? Ну, знаете, удивительно. Это не выглядело как... Как то положение, где тизер должен был её застанеть. Потому что она же не прям в него прыгнула. Она же прыгнула рядом. Давайте посмотрим, куда прыгнула. Потому что... У меня даже на секунду показалось, что вот этот вот кортик, который летит, там кинули... Ээээ... Лотосорб. Отлетел в неё её же кортик и забашил. Вот, для меня это так выглядело. Да. Это тизер стан. Да. Ну, блин. Ну, это ещё один косяк. Ээээ... И это грубый косяк. Очевидно. Потому что если ты убиваешь вражеского кора за стан... Допустим, вот ты здесь в БКБ... И у тебя рапира, и тебе прокают какой-нибудь там... Вот из... Из последующих там четырёх атак... Два крита. Но он же умрёт. Правильно? И, возможно, вы тут перевернёте игру. Короче... Много брака было в игре Витюна. Х3, как минимум. Ну, и по к чём, конечно, красавцы. Не знаю. Я... Я искренне не верил в их... Эээ... В их драфт. Но сначала им реально... Очень повезло, что вот одна секунда их отделяла здесь от неудачи. Потому что буквально там на секунду раньше у Мри Рошан, который самый первый, у Новей. Эээ... Тут поднимает фантомка Аегис, и всё у них хорошо. Там и Пак в ульту поймает, потому что он не будет отступать и бояться. Эээ... И бабка туда задует. БКБшек тогда ещё вроде не было. Эээ... По крайней мере, большого количества. И вообще не будет вот этого преимущества в 4000 после убийства Рошана. Хотя... Было ровно. Ну, что сказать. Ждём второй карт. Морфёр. Он и Дум словил, и... Рор словил, и ещё в поляне постоял. У него посадили всё. Но у него нет байбэка. А здесь Бестмастер, по-моему, в соло. Он... Он же здесь просто неостановим. У него 2000 здоровья. У него... Крип, который... Даёт всем здоровье. И как драться? Ну вот они подрались в Смаке. И чего они добились? Не знаю. Мне кажется, знаете в чём дело? То есть как бы... Пакчемп просто лучше играет, чем Наю. Вот и всё. По драфтам я говорю. Мне кажется, что Пакчемп могут... Ну, если у них получается, ради бога, пикайте чё угодно. Хоть на голове стоит. ГГ. Не, ну боролись до конца, молодцы, конечно. Но... Да, нужно им, наверное, пересмотреть... Свою позицию. Насчёт... Своих сил.